Каждый из сидящих за этим столом, помимо того, что студент и активист, еще и участник дорожного движения. Молодое поколение региона в наступающем году станет следить за тем, чтобы магистрали губернии отвечали всем современным требованиям качества и безопасности. Участливый контролер, я думаю, что, наверное, не предвзятость в первую очередь. То есть это должно быть какое-то, скажем так, мнение со стороны. Мы, надо вообще абстрагироваться, отгородиться от каких-то там, скажем так, своих, может быть, субъективных каких-то взглядов, мнений на какие-то вопросы. Для общественного контроля Минтранс решил привлечь представителей молодежных организаций, возраст которых не превышает 25 лет. Первая организационная встреча с министром профильного ведомства показала – полезная инициатива выгодна обеим сторонам. Так родилась идея серии семинаров и выездных практических занятий, посвященных основам дорожной специальности. Я считаю, что общественный контролер по дорогам – это такой человек, который достаточно жесткий, естественно, умный, внимательный. И, конечно, нужно обладать определенными знаниями в этой области. Ну и, собственно, поэтому мы здесь и этому обучаемся. Сейчас в группе молодежных активистов дорожного нацпроекта порядка 12 человек, живущих в Самаре, Тольятти, Новокубышевске и в других населенных пунктах губернии. В будущем году им предстоит много работы. В перечне объектов регионального значения в 2020 году – реконструкция дорог в Самаре и ремонт региональных трасс в Похвестневском, Ставропольском, Красноармейском и Соклинском районах. Владислав Жирнов, Алексей Гриднев. Новости губернии. Новости губернии. Продолжение следует...